Да что ж подарить, когда всё дорожает? Так не подарить бы людям скидку! На бензин не могу, на доллары тоже. О, могу на рекламу. Народ веселись, цена обвались до уровня трёхлетней давности. Обвал цен на 20% на Рика ТВ, Октуберадио и в газете Эбрика. С новым 2014 годом! Вот это меня занесло! В 2018 году планирует правительство и Нацбанк Республики Казахстан, сообщил министр национальной экономики Тимур Сулейменов. Пишет Костак. Экономическая политика, проводимая правительством, позволит в текущем году обеспечить дальнейший устойчивый рост экономики и сохранение уровня инфляции в новом целевом коридоре. 5-7%, сказал Сулейменов, озвучивая сегодня совместные заявления правительства и Нацбанка по развитию экономики Казахстана в 2018 году на заседание Кабмина. По его словам, основными направлениями экономической политики на 2018 год станут сохранение макроэкономической стабильности, обеспечение благоприятного бизнес-климата, развитие отраслей экономики, включая цифровую компоненту и развитие транспортно-логистической инфраструктуры. По итогам прошлогодних расследований, проведенных на нескольких товарных рынках Казахстана, выявлен картель на рынке услуг хранения и транспортировки лекарственных средств и изделий медицинского назначения, сообщил министр национальной экономики Тимур Сулейменов, передает Костак. В картель входили то 100фарм, то казахская фармацевтическая компания Медсервис Плюс и то фармацевтическая компания Румат. Взыскано порядка 500 миллионов тенге в доход государства, сказал Сулейменов. Между тем, на рынке розничной реализации ГСМ в отношении 47 субъектов рынка установлен факт согласованных действий по повышению цен и наложен штраф с учетом монопольного дохода на сумму 960 миллионов тенге, добавил министр. 57 вернувшихся из зон боевых действий казахстанцев осуждены за терроризм, передает Костак. Серьезную опасность представляют процессы возвращения боевиков в страны исхода. Из лагерей международных террористических организаций, а также опорной и транзитной инфраструктуры в третьих странах возвращены либо самостоятельно вернулись. 125 граждан Казахстана, говорится в проекте госпрограммы по противодействию религиозному экстремизму. Отмечается, что проблема радикализации граждан, ведущие к насильственным акциям экстремистского характера и терроризму, продолжает оставаться реальной угрозой национальной безопасности. Новорожденного нашли в мусорном баке в Павлодаре, передает Костак. Ребенку 10-12 дней он был завернут в одеяльце. Хороший, доношенный ребенок весом более 3 килограммов, без врожденных пороков развития. Все органы работают. Мы его выходим. Всего с начала года было отмечено более 10 случаев отказных детей, рассказал руководитель управления здравоохранения Павлодарской области Урас Мукашев. Неизвестно, сколько малыш находился в мусорном баке. Когда ребенка обнаружили, были зафиксированы признаки обморожения. Температура тела при этом у мальчика была 35,4 градуса. О городских новостях вы узнаете сразу после рекламы. Не переключайте. Вы смотрите программу «Факт» на РИК-ТВ и мы продолжаем. По статье 572-574 Кодекса административных правонарушений. За превышение скорости водителя общественного транспорта привлечены 53 водителя. За управление транспортным средством пользования сотовым телефоном 97 водителей. И без соответствующих документов на управление транспортным средством привлечены 36 водителей. Ситуацию на валютном рынке по итогам 2017 года озвучили сегодня в филиале Нацбанка. Отчетный период прошел без резких скачков и потрясений. В целом финансисты считают данное положение стабильным и благополучным для курса национальной валюты. По итогам минувшего года инфляция составила 7,1%. Подводят итоги в филиале Нацбанка. По мнению госбанкиров, это можно назвать замедлением, вызванным адаптированной денежно-кредитной политикой главного финансового института страны и стабильностью на мировых рынках. При этом статистики говорят, что цены выросли в среднем на 6,5%. В то же время это не помешало актюбинцам повлиять на валютный рынок, который формировался исключительно исходя из спроса и предложения. Покупки населением доллара США у нас вырос за год на 34,6% и составил 217,2 миллиона. Объем продажи снизился на 55,7%. Объем покупки населением евро у нас увеличился на 32,4%. Объем продажи на 1,9%. По российскому рублю ситуация в принципе аналогична. Объем покупки населения вырос на 47,8%. Но при этом снизился объем продажи на 10,4%. Участие Нацбанка на валютных торгах было минимальным. Всего 1,7% от объема биржевых торгов. Интервенции проводились только в июне, августе, сентябре и октябре. В сфере кредитования область остается на четвертом месте по республике. Это достаточно высокий показатель. Речь идет об активности и юридических, и физических лиц. У нас объем выдачи кредитов увеличился на 58,6% и составил 321,4 млрд тенге. При этом наблюдается увеличение объема выдачи кредита по всем структурам. И в структуре мы говорим и в национальной, и в иностранной валюте, а также мы выделяем субъекты малого предпринимательства. Здесь субъекта малого предпринимательства было выдано 34,2 млрд тенге, или рост составляет почти на 24%. Надо заметить, что в минувшем году Нацбанк трижды снижал базовую ставку. В итоге с 12% она опустилась до 9,75%. Банковский сектор в регионе представлен 19 филиалами банков второго уровня, открыты также 95 их структурных подразделений в Актубе и районах области. Услугами банкиров актюбинцы пользуются регулярно, однако фактическая задолженность по кредитам в НАС-валюте выросла, валютных, напротив, уменьшилась. Заемщики больше стали доверять тенге, выросли также и депозиты в национальной валюте. По объему привлечения депозитов Актюбинская область на сегодня занимает первое место по республике, не считая Алматы, Астаны. И можем сказать, что рост на сегодня составил 40,6%, или в суммарном выражении привлечено около 17 триллионов тенге с учетом юридических и физических лиц. Новшеством 2017 года стало регулирование Нацбанком деятельности всех коллекторских агентств. С января этого года в мобильном приложении Нацбанка запущен новый онлайн-раздел, полностью посвященный данной сфере. В целом, как показывают цифры, ситуация в финансовом секторе экономики у нас достаточно благоприятная. Правда, жители региона такой тенденции не заметили, заглядывая в собственные кошельки. Я пенсионер, а сколько получают там, какие там условия, я не знаю. Ну что могут себе позволить актюбинские пенсионеры, например? Позволить там сколько? Не хватает в магазине, ну где-то половина пенсии затратит и все. А, конечно, недостаточно. А вот насчет зарплаты я не знаю, как, что там. Что думаете о валюте? Каждый может ее приобрести? Валюта? Валюта откуда? 300, 300, 200, сколько, 50, да? А как позволить? Кому позволить? Это никак. Как? Каждый о себе думает. А что? Что думает? Деньги у людей есть? Неоткуда деньги? Недостатка всем людям. Откуда деньги? Без денег вот пешком ходим, поэтому. У всех, наверное, по-разному. Как кто зарабатывает. На сколько активные люди валюту сейчас приобретают, как думаете? Без понятия, не знаю. А сами? Не приобретают, нечем. Ухудшилось, я думаю. В чем выражается? В чем выражается? В том, что, хотя подняли пенсии и зарплаты, но на многие продукты, на бензин, на все, цены подскочили еще во много раз. Поэтому, я думаю, не стоит поднимать зарплаты, а лучше сдерживать цены на товары и услуги. А на сколько активно люди сейчас берут кредиты, покупают валюту? Ну, кредиты, я думаю, берут всегда люди, потому что это вынужденно, как говорится, у многих. Вот. Ну, насчет валюты не знаю, потому что сейчас, как сказать, мне кажется, нестабильно это. Вы не рискуете брать. Валюту нет. Ирина Гудь, Жаслан Жубаев, программа «Факт». Плохие дороги и нехватка автобусов – главные проблемы, озвученные жителями Каргалинского сельского округа. Аким, города Ильяс Испанов, пообещала исправить в ближайшее время. Сегодня прошла вторая из запланированных семи отчетных встреч главы Актобе с жителями сельских округов и горожанами. Традиционная встреча Акима Актобе и Ильяса Испанова с жителями Каргалинского сельского округа состоялась в здании Дома культуры «Геолог». В основном глава города оперировал информацией об успехах в области строительства и ремонтных работ. Показательный объект – микрорайон Нур-Актобе, передовая стройка не только Каргалинского сельского округа, но и всего города. Так, в прошлом году Нур-Актобе было введено в эксплуатацию более 140 тысяч квадратных метров жилья или 2248 квартир. А в этом году планируется сдать еще 65,5 тысяч квадратных метров или 1170 квартир. Ведутся работы и в самом селе Каргалинское. Так, в прошлом году там был завершен текущий ремонт наружного освещения. Десяти улиц, сами жители округа, общим состоянием инфраструктуры довольны, только отмечают, что некоторые дороги еще не приведены в порядок, а общественный транспорт иногда отстает от положенного графика. Да и автобусов маловато. Вы знаете, я даже затрудняюсь ответить. В принципе, все проблемы решаются. Делается ремонт дорог, постепенно освещаются улицы, вот сейчас ремонтируется мост, появились десятки спортплощадок у нас, прекрасная спортивная школа работает. Вы знаете, вот немножечко сейчас, может быть, в связи с морозами, вот реже стал как ходить иногда, а так, в принципе, хорошо ходит транспорт. Стоишь буквально несколько минут, идут автобусы. 19 маршрут очень хорошо ходит, а вот 29 желает лучшего. Очень долго, по-долгу, 30-40 минут. Все в принципе хорошо, но есть проблемы с дорогами. Надо чаще ремонтировать, и автобусов у нас мало ходит. Надо увеличивать количество маршрутов. Есть еще проблема с 53-й школой, что в Нур-Актубе. Там трехсменка, дети поздно заканчивают учиться, а у нас не центр города. Опасно так поздно идти домой, особенно в морозы. Как заверил Аким Города, сейчас прорабатывается план по увеличению количества местных маршрутов. Заявки от компаний-перевозчиков уже получены. Должны также прийти новые автобусы. Имеющийся автотранспорт двух наших предприятий, которые выиграли конкурс, ну, в течение времени устаревает. Конечно, мы открываем новые маршруты. В вчерашней встрече там жители просили дополнить автобусы на 29 маршрут, или открыть новый маршрут, чтобы населенные пункты уже могли заезжать. Для этого и дорогу делать надо, и дополнительные маршруты. Вот сейчас через БРК Лизинг уже заключен договор на покупку 70 пассажирских, большие вместимости, и школьные автобусы. Более детально об основных вопросах, заданных жителями сельских округов Акиму города, мы расскажем в пятницу в традиционной рубрике подробности. Антон Пережогин, Жаслан Жубаев, программа «Факт». Жители ветхих домов барачного типа на улице Чекалина ждут помощи от местных властей. Построенные более полувека назад, эти дома дальнейшей эксплуатации не подлежат. В отделе же жилищной инспекции говорят, что работа в этом направлении уже проводится. Какая именно, узнавали наши корреспонденты. Рая Бактыбаева живет в этом доме более 10 лет и все время делает мелкий ремонт. Только залатает в одном месте, а уже в другом все сыплется. Уставшая от бездействия соседи, женщина просит помощи у местных властей. Дело в том, что два года назад, в 36-м А доме по Чекалина, произошел пожар. Тогда в этом подъезде сгорели сразу две квартиры. С тех пор оба жилища пустуют. Окон нет и заколотили соседи, чтобы здесь не облюбовали себе место бездомные. Соседи хозяева злачных квартир якобы и снимают другое жилье и вовсе не интересуются своими выгоревшими квартирами. А в эти дни ситуацию сугубили морозы. В сгоревших квартирах из-за холода перемерзли водопроводные трубы, из-за чего жители других квартир оказались без питьевой воды. Чтобы разморозить трубу, нам на днях пришлось взломать дверь квартиры, где произошел пожар. Она же теперь как бы бесхозная, хозяева не приходят. Мы просто носим в ведрах горячую воду и заливаем. А как нам теперь быть? Сутками без воды сидеть мы не можем, у нас маленькие дети. Если честно, мы стучимся во все двери, но никто не хочет помогать. Вот-вот дом развалится. Вообще двухэтажный барак, построенный более полувека назад, давно стал источником бед и тревог для местных жителей. В деревянном доме пришли в негодность фундамент, стены, перекрытие и кровля. Все эти серьезные болячки жильцы смогли подтвердить. У них на руках имеется техническое заключение. Дом обследован специалистами и официально признан аварийным. Сакиматы все были, сейчас я не могу их фамилию вспомнить, но все от и до были. Что пообещали? Ну пообещали, что дадут, очередь встаньте, документы все сдайте, мы уже сразу все документы сдали и нету никакого результата. Учитывая ветхость строения, Акимат в начале 2000-х хотел сделать тут ремонт. Но это начинание так и осталось на бумаге. Делать ремонт в рамках программы модернизации невыгодно. Дом за 55 лет существования давно пережил срок эксплуатации. Однако сегодня специалисты отдела жилищной инспекции заверили, что планомерная работа с ветхим жильем в Ак-Тубе ведется. В конце прошлого года была принята программа, она называется «Строительство нового жилого комплекса на участках ветких и аварийных домов». В рамках ГЧП власти сейчас ведут переговоры с застройщиками и при наличии инженерных коммуникаций в будущем на местах таких аварийных домов будет вестись проектирование и строительство многоквартирных жилых комплексов. Там застройщик скажет свои условия, жители свои условия. И на данном состоянии подпишется. В смысле, возможно, дом этот будет снесен и взамен построен новый? Если согласятся жители и застройщики, то так и будет. Это уже на общем собрании будет обговариваться. Как выяснилось, домов, непригодных для комфортной жизни, актюбинцы в областном центре сейчас 25. Все они расположены в разных микрорайонах и в основном больше напоминают дома барачного типа. Комиссия провела их оценку и все они были признаны ветхими. Как скоро и на каких условиях власти и застройщики смогут договориться с жильцами таких ветких домов, о новой постройке пока не ясно. Но общие собрания с жителями и работники отдела жилищной инспекции уже проводят. Лиза Цакива, Лимжан Молдобеков, программа «Факт». Это все новости к данному часу. Благодарю вас за внимание и напоминаю, что вы также можете ознакомиться с нашими новостями на сайте rikotv.kyz. Я с вами прощаюсь. Удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова